МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утро 6 июля 1915 года для всех сотрудников многочисленных российских представительств компании Зингер началось с неприятного сюрприза. В каждой из более чем 60 контор шли тотальные обыски. Изымались все письма, циркуляры. Чуть позже на экспертизу в Министерство юстиции передадут почти 30 пудов бумаг. И это только из Москвы, Петербурга и Прибалтики. Многие из служащих Зингера в этот день домой не вернулись. Более тысячи человек были арестованы. В чем же дело? Чем провинились перед законом продавцы швейных машинок? Обвинение звучало весьма сурово. Компанию всю, целиком подозревали в шпионаже в пользу Германии, страны, с которой Россия уже год как находилась в состоянии войны. Доказательства? Какие еще нужны доказательства, когда по всей стране снуют агенты Зингера и собирают сведения о численности, сословном и возрастном составе населения, его экономическом положении, а также наносят на карты все обнаруженные технические объекты и железнодорожные пути? Это же настоящая шпионская сеть! Расследование курировал лично генерал Михаил Бонч-Бруевич, начальник штаба Северо-Западного фронта. В своем отчете он написал, как работает разоблаченная контрразведчиками шпионская сеть. У каждого агента Зингера имеется выданная фирмой географическая карта района. На ней агент условными знаками отмечает число проданных швейных машин. Но карты эти также используются для сбора сведений о вооруженных силах и военной промышленности России. Агенты сообщают эти данные ближайшему магазину, и там составляется сводка. Полученная картограмма направляется в Петроград. Центральное управление общества Зингер. Отсюда интересующие германскую разведку сведения передаются за границу. Казалось бы, подобное разоблачение должно было спровоцировать грандиозный скандал и громкий судебный процесс. И уж, конечно, Зингер должен был быть выслан из России с позором в соответствии с суровыми законами военного времени, как говорится. Кстати, прогрессивная российская пресса того времени в отношении Зингера была единодушна смерть-шпионом. Однако ничего подобного не произошло. Более того, вскоре все конфискованные бумаги зингеровцам вернули, да еще и извинились. А все представительства и магазины фирмы снова заработали в штатном режиме. Значит, никакого шантажа не было. Или же у властей появились веские причины, чтобы оставить компанию в покое. Но слухи о том, что компания «Зингер» была дочерним предприятием немецкой разведки, ходят до сих пор. А дело «Зингера» считается одним из первых крупных успехов русской контрразведки. Попробуем разобраться. В августе 1914 года Российская империя вступила в Первую мировую войну. В последующие несколько месяцев шпиономания в России достигла невиданных до сели масштабов. И бдительных граждан можно понять. На территории страны функционировали сотни иностранных фирм, многие из которых имели филиалы в каждом более или менее значимом городе. И большое количество сотрудников этих фирм были либо этническими немцами, либо и вовсе гражданами Германии. Сегодня эта улица называется Бауманская в честь большевика Николая Баумана. А до 1922 года она называлась Немецкой в честь располагавшейся рядом немецкой слободы. Первые выходцы из Германии появились здесь, еще при царе Алексея Михайловича, а потом отсюда распространились по всей Руси Великой. В начале 20 века в России проживало более двух миллионов немцев. К 1913 году более 80% иностранных компаний в России были немецкими. Это давало основания контрразведке подозревать в каждой такой фирме германскую шпионскую сеть под прикрытием. Впрочем, до начала войны властям такое положение угрозы не казалось. Напротив, иностранные и особенно немецкие компании делали для подъема экономики России столько, что правительство даже предоставляло им налоговые льготы. Подвоха в случае войны от них не ждали. Максимум отдельных случаев саботажа. Считалось, что для шпионажа у таких компаний нет особых возможностей. Странная беспечность. Однако в октябре 1910 года по данной проблеме было проведено совещание Совета министров. Обсуждался вопрос об установлении контроля за иностранными предприятиями. Поговорили и разошлись. Министры решили, что нет никакого основания для беспокойства. И иностранные компании, в том числе и немецкие, множились и развивались в России вплоть до начала войны. А между тем, серьезные основания для беспокойства были. В мае 1902 года, то есть за 12 лет до войны, комиссия немецкого Рейхстага провела специальное заседание и выработала рекомендации для немецких фирм в России. Немецкие фирмы в России должны в обязательном порядке нести осведомительную службу в интересах Германии, принимать в число своих служащих официальных агентов военного ведомства Германии, по первому же предписанию тайного агента, консула или специального эмиссара исполнять все поручения германского правительства, иметь своих представителей в тех городах, где находится посол, консул или эмиссар немецкой разведки для непосредственных сношений с этими правительственными агентами. И еще целый перечень подобных обязательств, вполне соответствующих шпионской деятельности. По логике вещей фирмы Зингер должна была следовать всем этим правилам. Но вот какую удивительную информацию мы вдруг обнаружили. Вопреки расхожему мнению, знаменитая компания Зингер вовсе не является немецкой. Непонятно пока, как произошла такая путаница, но легендарный завод швейных машинок, американская компания, это факт. Основатель компании Исаак Мерит Зингер был американцем. И, вопреки распространенному заблуждению, не изобретал швейную машинку. Это было сделано еще до него. До 40 лет Зингер вообще не имел отношения к швейному делу. Был малоизвестным актером, а на досуге проектировал различные механизмы и кочевал по стране, время от времени меняя жены. Все изменилось в 1851 году, когда Зингер устроился работать механиком в швейный цех, где стояли машины, сделанные по проекту Эдварда Холл. Замучившись чинить агрегаты, которые ломались раз в два часа, Зингер в сердцах заявил, что легче изобрести свой механизм, чем ремонтировать это брохло. Хозяин цеха поймал его на слове и пообещал заплатить за машинку, которая будет работать лучше имеющихся, целых 100 долларов. Вполне приличная сумма по тем временам. Зингер заперся на 10 дней в мастерской и на 11-й представил свой вариант швейной машины. Босс остался доволен и, верный своему слову, выдал смышленому механику обещанные 100 долларов. Но смышленый механик не стал останавливаться на достигнутом. Он запатентовал свое изобретение и вскоре открыл собственную фирму. Очень быстро он стал швейным магнатом. Всего через 8 лет фирма имела несколько заводов и сеть филиалов по всей стране. Вот такой удивительный, стремительный путь к успеху по-американски. Зингер был одним из тех, кто стоял у истоков рекламы. Он распространял информацию о своей чудо-машинке везде, где только можно. От выставок до цирков. Арендовав демонстрационный зал, он набрал молодых, привлекательных женщин, которые обучали посетительниц работе на машинках. И те уже просто не могли уйти из магазина с пустыми руками. Вернемся, однако, к нашему расследованию. Вот что мы внезапно выяснили. Отец Исаака Зингера, Адам Райзингер, был выходцем из Германии. Более того, директором компании Зингер в России стал немец Георг Нейдлингер. И сотрудников для компании он также старался подбирать из числа соотечественников. В итоге, почти весь технический персонал был немецким. И вся документация в компании велась на немецком языке. Ну, это понятно, ведь головной офис торгового дома Георг Нейдлингер находился в Гамбурге. То есть, компанию с полным правом можно считать немецкой. А значит, обвинения в шпионаже не беспочвенны? Торговый дом Георга Нейдлингера продавал машинки Зингер в России так успешно, что в 1897 году его главе было предложено преобразовать свое предприятие в российский фирм. филиал компании Зингер. Получив 2,5 миллиона наличными, Нейдлингер с легкостью согласился. Ну, я бы, кстати, тоже согласился. С этого момента российское представительство компании Зингер по сути управляется американцами, но и не теряет связи с гамбургским офисом. Изучив ситуацию в России и расчеты Нейдлингера, американцы поняли, возить швейные машинки из Америки крайне накладно. Необходимо строить завод прямо здесь, в России. Это, кроме того, дало бы возможность более дешевого экспорта в соседние страны. Компания Зингер хотела привезти в Российскую империю не больше, не меньше 560 миллионов марок. Это очень, это самая большая сумма инвестиционных контрактов, которая была на тот момент. Сторонники шпионской версии, впрочем, и в этом решении видят руку Кайзера. По их мнению, завод Зингер, как и многие другие предприятия иностранцев в России, был построен лишь для того, чтобы постепенно германизировать российскую промышленность, а в случае войны парализовать ее. Мы знаем, что, например, такие были фирмы, в которых тоже работала германская разведка накануне Первой мировой войны. Это Сильвестр и компания, это российская, германская страховая компания Россия. Возможно, для каких-то компаний это обвинение и было справедливо. Но было ли оно справедливо в случае Зингера? Пожалуй, нам пора отправиться непосредственно на место событий. Мы едем в Подмосковье. Вот здесь, на станции Подольск, Московско-Курской железной дороги, весной 1900 года на перрон спустились три важных человека. Один из них уже известный нам Георг Нейдлингер, двое других гостей из-за океана. Осмотрев город и его окрестности, а также пообщавшись с местными городскими властями, тройка постановила завод будем строить здесь, в Подольске. За баснословные для здешних мест деньги 90 тысяч рублей иностранцы не торгуясь выкупили под строительство завода 30 десятин земли. Вот это территория. Говорят, местные думцы были настолько обескуражены полученной от сделки суммой, что целый год думали, куда ее потратить. Но почему именно Подольск? Чем был обусловлен такой выбор? Постараемся выяснить это в местном краеведческом музее. В городе жило примерно 4 тысячи жителей. И вот в 1900 году появляется завод американской компании Зингер и население к 1915 году увеличивается практически в 4,5 раза. Потому что земля у нас здесь суглинистая, земля неплодородная, крестьяне зависят от погоды. И крестьяне шли сюда на верные заработки. Город рос. То есть фактически это предприятие становится градообразующим. Оно дает направление развитию города Подольска как города промышленного. И так с приходом Зингера все изменилось. Всего за 3 года строительства завода население Подольска выросло до 18 тысяч человек. Да, вот что значит городообразующее предприятие. Как видите, благодарные подольчане даже памятник поставили швейной машинке. Она вышивает карту города. И это очень точная метафора. Ведь не будь Зингера, карта современного Подольска выглядела бы совершенно иначе. А какие дома появились здесь, когда в город пришел Зингер? Каменная и не хуже, чем в Москве. Вот это первое здание женской гимназии, построенное как раз на те самые деньги, которые Зингер выложил за землю. А это здание общества потребителей завода Зингер. В нем находился первый в городе магазин швейных машинок. За 15 лет работы завода в Подольске был выстроен еще ряд зданий, сохранившихся и функционирующих по сей день. Так в больнице для работников завода сегодня находится туберкулезный диспансер. Школа для детей зингеровцев, красивое здание в стиле модерн, сегодня лицей номер один. Но у всего есть своя оборотная сторона. Вкладывая такие огромные деньги в развитие города, заводское руководство обеспечивало себе практически безграничное влияние на местные власти и полное отсутствие контроля с их стороны. Так что даже если бы шпионская деятельность на Зингере и имела место, как видим, были веские основания закрывать на нее глаза. А ведь завод был построен по всем требованиям немецкой разведки. Место, выбранное для строительства, в точности соответствовало тем самым рекомендациям Рейхстага. Всего в 36 километрах от Кремля, рядом с железной дорогой. Идеально для шпионского гнезда. Зингер был построен по последнему слову науки и техники. Новейшее оборудование, собственная железнодорожная ветка и даже своя электростанция, которая обеспечивала цеха, плюс дома, построенные специально для сотрудников завода, со всеми удобствами, по тем временам практически чудо. А еще для поднятия настроения рабочих на территории завода был устроен пруд с лебедями. Вот полюбуйтесь. Говорят, была даже оранжерея с экзотическими растениями. Иными словами, маленький кусочек Америки. Или все-таки Германия в самом сердце России. Все эти чудеса, да еще обещание собственного надела из суда на постройку домов, привлекли в Подольск лучших мастеров со всей России. И к своему запуску в 1902 году завод был обеспечен отборными кадрами. Но что, если это была хитроумная операция германской разведки? Мол, давайте-ка соберем в захолустье все сливки трудового элемента, наобещав им стрекороба, а на других русских заводах работать будет попросту некому. Все приехавшие в Подольск мастера остались довольны. Свои обещания Зингер выполнил безукоризненно. Сегодня на территории завода находится множество разных фирм не слишком гостеприимных. Внутрь нас так и не пустили. Чтобы узнать побольше об этом месте, мы обратились к журналистке Людмиле Толстухиной, написавшей книгу об истории Подольского завода. Людмила Степановна, мы не смогли зайти на территорию завода, можем наблюдать его только отсюда. Расскажите, пожалуйста, о пруде, который там находился. Пруд это было первое, что сделали строители, потому что самое главное было это водоснабжение. Одним из первых объектов это была электростанция. Отсюда вообще завод начинался. То есть такая собственная маленькая электростанция. Да. Говорят, что была больница. была амбулатория. Амбулатория работали там два врача и другой медперсонал. И кроме того еще арендовали несколько коек в нашей земской больнице. Ну что ж, вот они осколки былого величия. Сейчас даже не скажешь, что когда-то вот здесь на этом самом месте ходили составы, которые привозили на предприятие сырье и развозили по всей стране знаменитые швейные машинки. К 1913-му, последнему предвоенному году, объем выпуска продукции на Бодольском Зингере составлял две с половиной тысячи швейных машинок в день. И товар не залеживался. Чтобы обеспечить такие масштабы производства, на заводе трудятся пять тысяч рабочих, да еще в конторе около шестисот. И мощности планируют увеличивать. Не случайно строится новый шестиэтажный корпус. Две с половиной тысячи машинок в день. Это ж почти миллион в год. Может, гигантские объемы продаж это фикция? А фабрика действительно была всего лишь прикрытием для шпионской деятельности в пользу Германии? Если нет, то как Зингер ухитрялся сбывать такое количество швейных машин. Вот тут как раз нужна была немецкая педантичность. Практически в каждом городе России были открыты представительства и магазины компаний. Это позволяло охватить городское население Российской империи. В каждом городе Российской империи, даже в глубинке, в Иркутске, в Хабаровске, в Владиостоке, появляются фирмы Зингер. Согласно данным статистике, сто лет назад в российских городах суммарно проживало всего 20 миллионов человек. Это с учетом Хабаровска и Владивостока, до которых еще поди, доберись. Это что же, к середине двадцатых Зингер планировал обеспечить швейными машинками всех, включая стариков и младенцев? Однако, было еще и сельское население. Ни много, ни мало сто миллионов. И машинка Зингера в селе была на вес золота. За 125 рублей, именно столько стоило чудо техники, можно было купить двух дойных коров. Целое состояние. Специалисты Зингера применили отработанный в Америке прием и сделали жителей деревень своими клиентами. По-русскому бездорожью потянулись телеги, набитые машинками Зингер. Агенты компании, многие вербовались из предприимчивых крестьян, пошли в атаку на русские деревни. У меня в руках уникальный документ. Это фрагмент кредитного договора Зингер. 125 рублей разом тогдашнему крестьянину, конечно, было не потянуть. Но вот по рублю в неделю платить могли многие. Правда, здесь есть опасная оговорка. В случае невзноса двух последовательных платежей компания Зингер вправе требовать возвращения ей вышеозначенной швейной машинки. «Но кто же у нас в России читает кредитные договоры?» По сути, это был первый пример сетевого маркетинга и потребительского кредитования в России. И ведь какая была реклама! Вы только посмотрите на этих русских красавиц в кокошниках и на слоган, стилизованный под русскую пословицу «Труд наш ирвения, наше имение». Идеально с точки зрения маркетинга. И, кстати, специально для России латинская буква «С» была изменена на русскую «З». Даже не подумаешь, что фирма иностранная. Итак, Зингер построил фабрику под Москвой. Но в России, как известно, две столицы. И официальной столицей в те годы был Петербург. Что делает Зингер? Вспомним пресловутые рекомендации Рейхстага. Одно из них звучало так. «Максимально обозначить свое присутствие в каждом стратегически значимом населенном пункте». К 1904 году на Невском вырастает знаменитый «Дом Зингера». Чем не доказательство еще одно шпионской версии. На Невском проспекте планировалось построить настоящий небоскреб. И лишь когда был уже уплачен 1 миллион рублей за участок, возникло неожиданное препятствие. Выяснилось, что по российскому законодательству дома в центре Санкт-Петербурга не должны быть выше земнего дворца. То есть от земли до карниза не более 23,5 метров. Однако архитектор Павел Сюзор блестяще решил поставленную задачу. Возвел над карнизом изящную башню с глобусом. В итоге и на небоскреб стало похоже, и законов не нарушили. А против шпионской версии есть как минимум один серьезный аргумент. И постройкой завода и его дальнейшей работой руководил американец. И какой американец? Вальтер Франк Диксон родился в Англии и где-то в 90-х годах 19 века приехал в Америку, получил там гражданство. Его пригласила компания Зингер вот в Подольск возглавить завод, который ему предстояло и построить. И были такие случаи, когда однажды он зашел в сборочный цех, там, где стояли в ряд готовенькие машинки. Когда он взял одну машинку, маховичок повернул, ему не понравилось, он ее сбросил на пол, потом другую, третью, и так почти все, пока, в общем-то, что-то там ему. И так он ушел. Но он очень деловитый, очень хозяйственный, в общем-то, справедливый, наверное, потому что легенды такие ходили, что вот однажды якобы он встретил рабочих, увидел, как тот поднял какую-то там гайку, бережно убрал ее в шкаф, он ему за это даже три рубля дал. В архиве музея мы нашли письма Диксона. Вот небольшой отрывок. «Моя связь с Россией идет не во времени и не в крови, а как-то под временем и в духе. Особенно эта связь сильна в понимании святости, в понимании жизненности веры, в какой-то исчезающей, неизъяснимой надежде. На мой взгляд, этот человек никак не мог принимать участие в деятельности, направленной против России. Он слишком ее любил». И все же деятельность, развернутая Диксоном в России, не могла не вызвать подозрений. Подобная карта вручалась каждому агенту Зингера. И агент отмечал на ней, где и сколько он продал машин, а заодно указывал численность населенных пунктов, характеризовал имущественный статус жителей, отмечал коммуникации, технические объекты и так далее. Информация стекалась в районное депо, где ее систематизировали и отправляли в питерский офис. А уж там на основе собранной информации планировалась будущая кампания. Весьма, кстати, успешное будущее. Фактически у нее появился такой как бы статистический отдел. То есть они стали анкетировать простых граждан, которые хотели работать в этой фирме. Сколько человек в семье, сколько годных на фронт, сколько для призыва, какое вспомосуществование, какое сословие. То есть анкета полностью раскладку давала для стратегического анализа германской разведки. Впервые немцы применили такую тактику соединения инвестиционного капитала в разведке с целями своих разведслужб. Никогда до этого подобного не было. И вот наступает август 1914-го. Германия объявляет войну России. Русский народ, как известно, супостатов не любит, так что по всей стране прокатились антинемецкие погромы. Да тут еще в одной из центральных газет появляется материал с недвусмысленным названием «Кто стоит за машинками Зингер». Выход статьи, утверждавшей, что Зингер центр германского шпионажа в России, спровоцировал нападение и последующее разграбление чуть ли не половины всех зингеровских магазинов. Стали громить немецкие лавочки, стали громить буквально по всей Российской империи. Но это надо говорить даже не о простом люди. Это интеллигенция, это купечество, это практически вся страна, это весь нижний и средний слой встали против германского империализма. И вот эти погромы, они же дошли до подольской фабрики. Вот тут-то руководство компании и призадумалось. Выходит, люди воспринимают Зингер как немецкую фирму. Непорядок. Если раньше этому факту не придавали значения, то теперь это стало реальной угрозой бизнесу. Компания начинает всячески акцентировать свое американское происхождение и патриотические настроения в отношении России. Так может быть и красивые признания Диксона только прикрытие? Как знать. На первом этаже дома Зингера в Санкт-Петербурге спешно размещается американское посольство. Каждое отделение компании по стране выделяет ежемесячные пособия семьям ушедших на фронт, делает пожертвования в пользу армии. Должникам даже прощаются недоимки по кредитам и рассрочкам. Впрочем, ничего удивительного в такой политической компании с точки зрения маркетинга нет. Вложив 5 миллионов долларов в строительство завода, имея прекрасное работающее производство и отличную сеть сбыта, Зингер естественно старался сохранить этот капитал и российский рынок. Ведь война то не вечная, швейной машинке понадобится и после нее. Но царская контрразведка сочла все это не более чем хитрой маскировкой. Известное дело, на варе шапка горит. Компания «Шпион» просто прикрывается своей номинальной принадлежностью к американскому концерну, на самом деле имея плотные сношения с Гамбургом и с Берлином естественно. Контрразведчики даже высокое качество швейных машин, выпускаемых Зингером, считают доказательством шпионской сущности компании. Из отчета генерала Бонч-Бруевича. Верное принципу германской разведки торговать высококачественными товарами, чтобы этим завоевать популярность и быстро распространиться по стране. Компания «Зингер» продавала действительно превосходные швейные машины. Ведя продажу в кредиты долголетнюю рассрочку, фирма сделалась известной даже в глухих уголках империи и создала разветвленную агентурную сеть. Генерал уверен, машинки «Зингер» стоят гораздо дороже, чем их продают, а убыток покрывает германская разведка. Ну откуда ж бравому генералу узнать об экономических законах удешевления товара при массовом производстве? И, конечно, особую ярость контрразведчиков вызывает четко налаженная система сбора экономической информации. Она и стала главным аргументом при санкционировании операции против компании «Зингер». С другой стороны, сбор информации о потребительском рынке сегодня основа работы любого отдела маркетинга. Но сто лет назад в России подобная практика была в новинку. Потому и вызвало столько вопросов у непосвященных. Контрразведчики, впрочем, не были голословны. В донесении начальника контрразведывательного отделения штаба Киевского военного округа подполковника Белевцова, датированным мартом 1913 года, говорится. Довожу до вашего сведения, что киевской контрразведкой перехвачено письмо некоего Джона Говарда из Бремена в адрес сотрудников компании «Зингер», призывающие ввести сбор информации военного характера за солидное вознаграждение. Желающим предлагается писать в Бремен обо всех новостях военного мира России, особенно из района их места жительства. Если это не шпионаж, то что? Отделение контрразведки в Петербурге в течение всего 1914 года стучалось во все двери за разрешением на арест и допрос влиятельного сотрудника центральной конторы «Зингера» Теодора Гразгофа. Известно, что Гразгоф чуть ли не ежедневно обедает в ресторане «Крыша» гостиницы «Европейская», что недалеко от дома «Зингера». И всякий раз на глазах у публики была масса свидетелей беседует с известным немецким шпионом. Но разрешение получено не было. Ни на арест самого подозреваемого, ни на арест его собеседника. Правительство не хотело портить отношения с влиятельным иностранным партнером. Мало ли, кто с кем обедает. Подобных фактов было несколько, но документального подтверждения ни одному из них не обнаружено. По странному стечению обстоятельств вся внутренняя переписка компании «Зингер» за 1913-1914 годы была уничтожена. Ну, конечно, кто будет хранить такой компромат? А сотрудники компании, которых подозревали в шпионаже, к моменту начала расследования давно уже покинули Россию. Вполне возможно, прихватив с собой собранную агентами «Зингера» подробнейшую и актуальнейшую информацию об экономическом положении практически всех регионов страны. На 1 января 1914 года в компании «Зингер» числилось 40 тысяч сотрудников. Из них агентов немецкой разведки было 1815 человек. Почему я так это говорю уверенно? Это я говорю с того уголовного дела, которое наша военная контрразведка завела в 1915 году, когда арестовала практически все имущество «Зингера». Возможно, если бы контрразведка провела свою операцию сразу в начале войны, какие-то свидетельства деятельности германских шпионов внутри компании «Зингер» и могли быть обнаружены. К примеру, радиопередатчик, установленный по предположению следователей в той самой башне с глобусом на доме «Зингера». Этот огромный офис на Невском проспекте и был главным для немецкой разведки офисом. Весь мансардный этаж занимала германская разведка. Доступ туда был по специальным приглашениям, то есть специальные пропуска. В самом глобусе находилась мощнейшая на тот момент во всем мире радиостанция, причем собранная в Германии, но с американских запчастей. Но к июлю 1915 года он, если и существовал когда-либо, был уже уничтожен. В башне нашли только мощный трансформатор, способный такой радиопередатчик питать. Однако руководство компании утверждало, трансформатор питает исключительно световую рекламу на здании. Невольно возникает вопрос, с чем была связана такая нерасторопность русской контрразведки, если она была настолько уверена в шпионаже Зингера, что следила за его сотрудниками аж с 1913 года? Чего же дело завели только два года спустя, когда и война уже была в полном разгаре? Генерал Бонч-Бруевич, принявший на себя командование контрразведкой в Санкт-Петербурге, утверждал, немецкие шпионы были везде и практически все лица, принимающие решения, подвергались их хоть и завуалированному, но сильному влиянию. Именно поэтому, например, германскому обществу поддержки флота, флот Феррейн удавалось буквально в приемных ведущих российских министерств, в том числе МИДа, собирать пожертвования на строительство германских подводных лодок. Можете себе такое представить? Авантюра была раскрыта. Ходили разговоры о причастности к ней великой княгине Марии Павловной. 1 марта 1916 года генерал Бонч Бруевич был отправлен в отставку. И дело Зингера стало далеко не последним аргументом в пользу этого решения. Ведь решение генерала о тотальных обысках и арестах на Зингере могло запросто обрушить российскую экономику. Из отчета комиссии Земгора города Подольска о проверке деятельности компании Зингер, инициированной в августе 1915 года директором завода Вальтером Дексоном. Завод Зингер может быть самым широким и продуктивным образом использован для нужд государственной обороны. В настоящее время заводом уже производится по заказу армейского ведомства весьма сложные заказы детонаторные трубки, а также исполняется ряд других предметов по снабжению и снаряжению армии всего на сумму свыше 5 миллионов рублей. Начатое против компании Зингер преследование, в результате которого закрыто более 500 магазинов и отделений с общим числом сотрудников более 6 тысяч человек, грозит повлечь за собой полное разорение компании, прекращение ее деятельности нанесет значительный ущерб русской промышленности и лишает десятки тысяч рабочих и служащих средств к существованию и пособий по случаю призыва на действительную службу, грозя тяжелыми финансовыми осложнениями местным городским и общественным самоуправлением. Все вышеперечисленное будет иметь особо тяжелые последствия для дела государственной обороны страны. То есть получается парадоксальная вещь. Дело Зингера со всех сторон было выгодно. И в первую очередь германской разведке. Во-первых, это удар по российской экономике, если бы завод Зингера закрылся. Во-вторых, по репутации контрразведчиков в глазах двора и генштаба, если бы никаких шпионов на заводе не было найдено. Так может быть, дело Зингера это всего лишь провокация германских спецслужб? Для такой версии есть все основания. Проанализировав все 30 пудов бумаг, следовательская группа обнаружила всего два документа, отдаленно напоминающих шпионские инструкции. Допросы служащих показали, что если они и поставляли информацию германской разведке, то понятия об этом не имели. Они просто добросовестно выполняли свою работу. Дело Зингера с треском провалилось. Все работники были отпущены, а все бумаги вернулись в конторы. Зингер заработал в прежнем режиме. И тем не менее, это дело считается успехом русской контрразведки. Почему? В марте 1916 года на маленьком финском хуторе был арестован тот самый Теодор Гразгов за всегда-то ресторана «Крыша». Будучи допрошен с пристрастием он указал на еще одно подозрительное лицо работавшее в Зингере. Оскара Келькина. При обыске у того нашли шифры совпадающие с шифрами перехваченных радиограмм. Так может все-таки стоял радиопередатчик в башне на Невском? Кто знает? Если эта версия имеет под собой основание, то можно сказать, что черные задумки пособников Кайзера все-таки удались. От полученного удара Зингер так и не оправился. Продажи катастрофически упали. В 1915 году завод выпустил на 200 тысяч машинок меньше, чем планировалось. Не спасали даже военные заказы. Тем более, что военное ведомство платило за них не слишком регулярно. Воровали в армии даже тогда. За три военных года с 1914 по 1917 убытки компании Зингер составили более 17 миллионов рублей. В три с половиной раза больше, чем было вложено в строительство завода. В конце концов, в феврале 1917 года завод был сдан в аренду Временному правительству. А в сентябре 1917 в результате забастовки рабочих и вовсе закрылся. Вальтер Диксон не в силах наблюдать, как гибнет его детища уехал в Штаты. Завод какое-то время бездействовал, а после Октябрьской революции был объявлен собственностью государства. В доме Зингера в Санкт-Петербурге после революции открылся дом книги, который существует и по сей день и для многих стал одним из символов Невского проспекта. Вряд ли кто-то из посетителей задумывается о том, какие тайны до сих пор скрывают эти стены. После развала Советского Союза компания Зингер собиралась выкупить Подольский завод и восстановить там швейное производство. Но по неизвестным причинам сделка не завершена и по сей день. Сегодня вот эти корпуса напоминают о былом величии Подольского завода швейных машин. А шпионские страсти вокруг его сотрудников превратились в дела давно минувших дней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...